Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Автомобильный рай, народная марка и важный проект. В стране подготовлена программа действий по стабилизации цен. В чем суть? Символ нации. Беларусь отмечает день государственных флага, герба и гимна. Я горжусь символами своей страны. Кто принес клятву на верность родине? Великий май, победный май. Бобруйск с размахом отпраздновал 9 мая. Горжусь безгранично своим дедом. Чей душе живет боль войны? От пути на Голгофу до чудесного воскресенья во дворце искусств прошел музыкальный спектакль. Получаем колоссальное удовольствие от созерцания этой красоты. Какое оно ангельское звучание? Идеальное тело, как с обложки журнала. До лета рукой подать. Закупаем купальники. Можно ли апгрейдить себя за три недели? Наглый взлом, мировая задолженность и несладкая жизнь. В Эстонии приняли закон о налоге на сахар. Как отреагировали жители страны? Президент принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Юбилейный десятый саммит прошел в узком и расширенном составах. Александр Лукашенко обозначил позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и высказался о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции. Участники коснулись и международного вектора. Союз намерен начать переговоры с Монголией о временном торговом соглашении, а с Вьетнамом в перспективе организовать электронный обмен информацией. Уважаемые коллеги, участники нашего заседания, сегодня мы собрались для того, чтобы подвести итоги развития Евразийского экономического союза за 10 лет и определить формат интеграции на перспективу. Даже по самому строгому счету можно констатировать, что первые 10 лет пройдены достаточно успешно. Мы практически вышли на финальный этап реализации стратегии 2025. Принятые нам меры объективно способствовали увеличению взаимной торговли государственным союза. По итогам 2023 года темп ее роста составил почти 105 процентов, в абсолютных цифрах около 90 миллиардов долларов. Темпы роста. И это несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировых рынках. Но главное, мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознен. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет. Совокупный ВВП стран пятерки за 10 лет увеличился до 2,5 триллионов долларов. Товарооборот с третьими странами, кто еще не вошел в союз, вырос на 60 процентов. При этом между собой игроки ЕС стали торговать в два раза больше. Доллару и евро предпочли национальные валюты. Динамика сохранялась как в ковидные, так и санкционные времена. Вера в прекрасные во Дворце искусств прошел музыкальный спектакль «Христос воскрес». В холле дорогих гостей встречает талантливое звучание скрипичного ансамбля «Аллегра», дарование детской школы искусств номер один имени Текотского, ажиотаж возле тематических площадок. Организаторами выставки «Пасхальные куличи» выступили первичные организации БСЖ и православные бобруйчанки, а также торгово-экономический колледж. Выпечка впечатляет полетом фантазий. Получаем колоссальное удовольствие от созерцания этой красоты, этой доброты, этой теплоты. Очень хорошо, такая душевная, теплая атмосфера, все хорошо. Все нравится, все, молодцы такие все таланты, просто таланты. Традиционно уже стало проводим конкурс пасхальных куличей, которые представили не только храмы, но и представительницы нашей женской бобруйской городской организации БСЖ и просто желающие поприсутствовать. Сегодня нам покажут хорошее представление, и душа будет радоваться, и все будут очень духовно обогащены, и радость будет у всех. В зрительном зале «Аншлаг» программа пасхального праздника объединяет сотни людей. На сцене феерия красоты, душевность, искренность, мелодичность, исполнение вволакивает каждого. Постановка держит внимание с первой до последней секунды. Сотни детей участвовали, детей и молодежи в этом спектакле. Всегда проходят на большом подъеме, с полным залом. И я думаю, что дети тоже через свое сердце пропустили весь этот материал, который они предложили нам, зрителям. Поразило и удивило, приятно. Это масштабность вообще действий. То есть такое количество детей, участников, небольшое количество взрослых, хочу отметить. Зрителей также удивляет звучанием голосов мужской хор «Всесвятский», лауреат международных конкурсов. Среди артистов на сцене заслуженный любительский коллектив, народный фольк-шоу-балет «Альянс», студия «Демисольки», лаборатория танца «Гармония», детский хор Елисаветинского храма. Это наша идентификация, наше прошлое и наше будущее. Беларусь отмечает День государственных флага, герба и гимна. Последнему, к слову, праздник посвятили в прошлом году. Бобруйск в это воскресное утро окунулся в красно-зеленые тона. Виталий Гаврусев о тех, кто всегда готов. С утра на площади Победы многолюдно. В этот праздничный день каждый бобруйчанин может отдать дань уважения всем трём государственным символам нашей страны. Для беларусов они – ориентиры, которые отражают традиции, нравственные ценности, лучшие человеческие качества. Торжество объединяет все поколения горожан и даёт возможность чувствам гордости и ответственности осознать свою принадлежность к родной земле. Уважение к государственным символам – это уважение нашей истории, культуре и традициям, залог сохранения гражданского мира и межнационального согласия. Уверены, что с бережного отношения к государственной символике, которую мы прививаем юным бобруйчанам, начинается воспитание граждан страны. Вместе со всей страной этот праздник отмечает и Белорусская республиканская пионерская организация. Подрастающий актив страны – 600 юных бобруйчан вступают в ряды пионерской организации. На лицах – счастливые улыбки, в руках – красно-зелёные галстуки. Мальчишки и девчонки немного волнуются. Ответственный шаг и огромная честь. Стать пионером в этот прекрасный день, день государственного герба, гимна и флага. Большая честь и обязательство быть преданным и верным идеалам своей страны, быть достойным гражданином нашего общества, быть молодым и юным патриотом. Я стану пионером. Это для меня гордость и честь. Я горжусь символами своей страны. И мне приятно, что в этот день я стал пионером. Один за всех и все за одного. Быть членом пионерской организации – почётно. Мои родители были пионерами. И я с честью буду продолжать семейную традицию. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Эти строки из песни на слова Александра Жарова, которые стали гимном для многих поколений учащихся, знают без исключения все, кто учился в советской школе. Неизменный атрибут – пионерский галстук и значок с портретом Ленина. Пионерия – это же была наша жизнь. Это было наше всё. Это было самое любимое детство. Самое красивое, самое счастливое и самое лучшее. Для меня это всё. Это мой путь. Это моя жизнь. Это моя позиция активная. Это было достойно в наше время. Очень достойно. И не всех принимали пионеры, а только достойные. А потом уже был комсомол. Мы в своё время, когда принимали нас пионеры, ночи не спали. Галстуки эти держали про себе. А сегодня моего внука приняли пионеры. Пусть будет достойным гражданином нашей Беларуси. Пусть всех уважает, пусть всех любит. И чтобы всё было хорошо. Мирного неба всем нашим. Всех поздравляю. Современной белорусской пионерской организации 33 года. Она – правоприемница белорусской республиканской пионерской организации имени Ленина. В 2022-м отметила своё столетие. Сегодня организация охватывает порядка 80% школьников по всей стране. Это более 600 тысяч мальчишек и девчонок. Порядка 86% пионеров по достижении 14-летнего возраста вступают в ряды Белорусского республиканского союза молодёжи. Днём рождения самой массовой детской организации страны принято считать 13 сентября 1090-го. Изюминка города Бобруйска – это наша гордость. Детская палата – это ребята самые активные, самые инициативные, самые креативные. По одному представителю от каждого учреждения образования собраны в Бобруйском городском совете в виде детской палаты. Ряды БРПО постоянно прирастают. Сегодня пионерская дружина имени Алексея Фадеевича Семёнова 17-й школы насчитывает 338 человек. Достойная смена подрастает. Мы можем гордиться своей пионерской организацией. Она яркая, она движущаяся, она постоянно растущая. Белорусская республиканская пионерская организация сегодня живёт и развивается в новом, современном формате. К примеру, проект пионеров 17-й школы «Книга народной мови за мест улётки» был поддержан не только на уровне республиканской организации, но и Министерства образования. Он сплотил всех ребят школы. Ребята приносили макулатуру, ребята обменивали её на книжки на родном языке, которые потом были непосредственно переданы нашему приюту и нашему детскому дому, для того, чтобы дети могли читать любимые книги на родном языке. Патриотические, спортивные, творческие акции и конкурсы по-прежнему увлекают школьников во всех уголках страны. Бобруйск не исключение. В нашей школе есть военно-патриотический клуб «Георгиевцы». Я в нём участвую, я являюсь его членом. На днях закончился турнир «Зарница» военно-патриотических команд, в котором мы участвовали. Мы проявили свою силу, мужество и храбрость. Цель организации – вовремя заметить и обязательно поддержать молодёжную инициативу. У бобруйских креативных и талантливых ребят её предостаточно. Мы всегда помогаем ветеранам, участвуем в различных акциях. Я сама являюсь пионером-лидером, являюсь членом БРСМ, а также членом молодёжного парламента. Как и раньше, кредо каждого пионера сегодня – любить свою родину, быть справедливым, помогать и трудиться. За ними судьба суверенной республики. Ну а Беларусь уже в 26-й раз отмечает праздник, посвящённый госсимволам, которые выбраны путём всенародного обсуждения. Мы отдаём дань уважения нашему государству, которое прошло долгий героический путь. Флаг, герб и гимн отражают славную историю белорусов. Независимость, сплочённость, стремление жить в мире, согласие, честно трудиться на благо родной страны. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Станислав Чечерин. Итоги недели. Стабильный ценник, апгрейд асфальтовых артерий и финансирование инноваций. Почти 36 миллионов рублей будет направлено из Инновационного фонда на исследовательские работы. Какие планы? Громкие итоги недели дали в специальном обзоре. Почти 36 миллионов рублей будет направлено из Инновационного фонда на исследовательские работы. В перечень включены Министерство промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, внутренних дел, Национальная академия наук. В планах создания новых технологий и видов наукоемкой высокотехнологичной продукции, организации её серийного выпуска, повышение конкурентоспособности, внедрение разработок в реальный сектор экономики. В Беларуси подготовлена программа действий по стабилизации цен. Проект направлен на борьбу с инфляционными ожиданиями, насыщением рынка товарами, наращиванием импортозамещающего производства. Кроме того, механизм предусматривает ограничение повышения стоимости у производителей сельхозпродукции. К слову, в прошлом году за грубое нарушение торговли 53 субъекта приостановили свою деятельность. С начала года в Беларуси на автомобильных дорогах общего пользования выполнили 448 тысяч квадратных метров ямочного ремонта, остаток без малого 24 тысячи. Показатель на 16% больше, чем за аналогичный период 2023-го. В этом сезоне в рамках работ по эксплуатации ежедневно трудятся порядка 200 бригад. Беларусы стали покупать больше новых автомобилей. При этом более 50% проданных в апреле машин были производства Белджи. Показатель за четвертый месяц выше 3,5 тысяч единиц. Основные драйверы роста авторынка – увеличение доходов населения, высокие темпы автокредитования и финансового лизинга. Положительная динамика в реальном секторе экономики. Marketplace Wildberries создал специальный раздел «Сделано в Беларуси», где представлены товары только отечественного производства. Концепция нацелена на продвижение и позволит покупателям приобретать качественную продукцию по сниженным ценам без участия посредников. Верифицировать производителей из перечня будет Белорусская торгово-промышленная палата. Страна отпраздновала 79-ю годовщину Победы. Большинство белорусов испытывают гордость за народ, когда слышат о Великой Отечественной. Почти каждый 2-й 9 мая смотрит трансляцию парада по телевизору или в интернете. Прогулки по праздничному городу и посещение салюта предпочитают 42% населения. Бобруйск этот день встретил с алыми гвоздиками в руках. Наши жители помнят каждого, кто ценой собственной жизни приближал победу. Праздничная колонна майским утром пронесла память о великом подвиге. О шествии Победной весны далее. Утро Великого Мая. В часовне иконы Божьей Матери всех скорбящих радость зажигаются свечи. Руководство города, епископ Бобруйский и Быховский Серафим чтят память героев. Упокойнее, отгиб уже болезнь, печаль, воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими, словом или делом или помышлением. Это благие человека любит Бог прости. С благодарностью в сердце администрация города, представители трудовых коллективов, сотни неравнодушных возлагают красные гвоздики к подножию мемориала в честь воинов, погибших при освобождении Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков в июне 44-го. Праздничная колонна выстраивается на пересечении Минска и проспекта Георгиевского. В 10.45 дан старт торжественному шествию. Более 6 тысяч бобруйчан в сопровождении военного оркестра несут в сердцах память, в руках портреты дедов-прадедов, настоящих героев. Ты понимаешь в этот день, что наше поколение новых детей, молодежи, они всегда будут помнить наших предков. Горжусь безгранично своим дедом. Хожу с этим портретом с 5-го класса уже, а сейчас я в 11-м классе. Флаги, красно-зеленые шары, госсимволика. Вдоль Минской социалистической многотысячную колонну радостными возгласами встречают и взрослые дети. Республиканская патриотическая акция «Беларусь помнит» объединяет майским утром каждого. Масштабы торжества поражают. На 9 мая хожу каждый год с учителями, с друзьями. Это очень важный праздник, так как мы должны помнить наших предков. Мы очень благодарны за победу, всегда будем выступать в таких шествиях. Мы безмерно гордимся этим праздником, это очень значимый праздник для нас. С праздничным настроением колонна прибывает на площадь Победы. Митинг-реквием, возложение, минута молчания, неизменные традиции священного дня. Уважение всем, кто положил свою жизнь на алтарь Победы. Помнить, передавать историю из поколения в поколение. Долг каждого. Без них не было бы мирного неба, не было бы праздника. В адрес ветеранов слова безграничной благодарности. К многообразию медалей на груди добавляются новые в честь настоящих героев творческие номера. Поздравляю в первую очередь ветеранов Великой Отечественной войны. Хотя их уже осталось нас мало, 27 человек. И уж видите, как сегодня в Бобручане празднуют этот праздник. И я думаю, что это всегда, это был и есть народный праздник. Всех с Днём Победы. Парад воинов Бобруйского гарнизона поражает синхронностью. Поистине завораживающее зрелище жителей. Гости города смотрят, затаив дыхание. Многолюдно возле полевой кухни попробовать настоящей солдатской каши в этот день желают многие. Очередь растягивается на несколько десятков метров. Если честно сказать, ела с удовольствием. Я никогда не пробовала, и мне хочется попробовать. Как попробуешь? Как думаешь, понравится? Да, думаю, что понравится. Сегодня в городе не остаётся места, где не празднуют Победный май. Излюбленная локация, фотозоны, повзаимодействовать и сделать снимок с атрибутами того времени может каждая среди локаций особые фамильные. Июнь, это где-то в Беларуси под Бобруйском. 7 мая, два дня до Победы. От медицинских до культурных учреждений, основные тематические экспозиции у организаций предприятий города. К оформлению подачи все подходят креативно. Снова Победный май. И, естественно, учащиеся центра «Росквит» не могут, а не наследники Победы, не поздравить наш родной Бобруйск и всех-всех Бобруйчан с этим великим праздником. 79 лет мы живём под мирным небом, и это счастье. Подвиг героя театр драмы и комедии к 9 мая подготовил спектакль Василий Тёркин в честь памяти о Великой Отечественной войне. Баллада о солдате не оставила равнодушным Бобруйчан. В малом зале аншлаг победы со слезами на глазах – так можно описать военно-патриотическую постановку режиссёра Дмитрия Нуянзина, в которой жива память. В ролях шесть актёров-солдат. Мы решили обратиться к этому произведению, чтобы в самом деле получился светлый, радостный праздник. Потому что очень много юмора у поэмы Твардовского, очень много совершенно другого отношения, когда уже идёт победа, и когда идут к победе, и даже какие-то страшные, трагичные места солдаты и главный герой вспоминают немножко по другим ключам. По традиции любителей спорта и активного образа жизни объединила легкоатлетическая эстафета на призы информационного агентства «Бобруйск-Медиа». На старт в этом году вышло символично 80 команд. Это дань уважения нашим ветеранам, которые воевали за нас, за наше мирное небо над головой. Мы гордимся доблестной историей нашей страны и отдаём дань уважения нашим дедам, прадедам. Спортсмены-легкоатлеты, учащиеся школы среднеспециальных учебных заведений, подростковых клубов и трудовых коллективов «Бобруйска» преодолели 10 этапов, показав хорошую физическую подготовку, высокую волю к победе, а также зарядились энергией и положительными эмоциями. Вальс Победы кульминацией этого дня становится флешмоб. В праздничном танце кружатся представители трудовых коллективов «Профсоюз», «Пионеры», «БРСМ», «Белая Русь». За каждым движением долгие часы репетиции, результат искренней эмоции зрителей. И спеть, и посмотреть празднование Великой Победы в Бобруйске завершилось караоке-концертом и кинопоказом под открытым небом. Акция «Поём вместе» песни Победы стала одним из самых поздних мероприятий праздничного дня. Однако это не помешало звонкоголосым бобруйчанам прийти и вместе исполнить такие значимые военные композиции. Интерактивный формат позволял. Сразу после, в 21.30, вниманию всех присутствующих был представлен кинопоказ военной картины, расправляя крылья режиссёра Ольги Музалёвой. Сюжет фильма повествует о советской лётчице Анне Петровой, которая после тяжёлого ранения стремится вернуться на фронт, чтобы приблизить долгожданную победу. Елизавета Липеева, Елизавета Житкова, Роман Костюков, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Сочный бургер или идеальные отражения? Проблема лишнего веса актуальна как никогда, особенно летом, когда хочется влезть во все любимые вещи. Можно ли сбросить вес и не навредить здоровью? Елизавета Житкова знает, как стать лучшей версией себя. Переведите руки за голову, выполним повороты туловища. Влево, а затем вправо. Идеальная фигура не мечта, реальность. Только задумайтесь, до лета меньше трёх недель. Если не нравится собственное тело, есть лишнее в талии, плечах, бёдрах или на животе, самое время начать меняться к лучшему. Скинуть пару-тройку кило и начать пить воду. Ходим на тренировки, хозеем, закупаем купальники. Я думаю, чтобы хорошо подготовиться к лету, для этого нужно хорошо питаться, вести здоровый образ жизни, хорошо спать. Я готовлюсь к плежному сезону два раза в неделю. Бассейн и практически каждый день до 10 километров пешком. Спортом надо заниматься, я считаю. Я занимаюсь ходком. Бассейн хожу, тренажерный зал хожу. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре. Иметь тело с обложки, как правило, хочется быстро и без вреда для здоровья. Как и во всем важен баланс, который не так просто выстроить. Его можно соблюдать, совмещая три пункта. Правильное питание, физическая нагрузка и душевное равновесие. Люди набирают вес в зимний период именно от отсутствия движения. Ну, чаще всего. Кроме того, в зимний период холодно, хочется себя побаловать вкусняшками. Зимние вечера всегда сопровождаются просмотром фильма, а не прогулкой на улице и какими-то вкусняшками. То есть чаще всего это перебор калорий. Показываю, как посчитать калорийность готового блюда, на примере мороженого. С балансированным питанием принято считать норму белка, жиров и углеводов в организме. Она рассчитывается индивидуально и должна восполняться ежедневно. В топе низкокалорийные диеты, только работают они не для всех. Если человек недополучает необходимых компонентов и калорий, тело начинает испытывать стресс и скапливать жир. Соответственно, любая вкусняшка, которая попадет в желудок, вскоре вернет килограммы вдвойне. В нашем магазине большим спросом сейчас пользуется ассортимент товаров, которые для здорового образа жизни. Потому что наши люди занимаются своим здоровьем. Значит, есть большой ассортимент протеиновых товаров, батончиков всяких с низким содержанием сахара, либо совсем без сахара. Это отдел для вегетарианцев. Питание – 80% результата. Но без нагрузки организм будет слабым и уставшим. Не обязательно посещать спортзал. Это могут быть пешие прогулки и даже физический труд. Любая активность приведет в форму, улучшит состояние как внешне, так и внутренне. В комплексе выйдет крепкое и здоровое тело. Многие люди боятся зала. Знаешь, вот девушки, парни, у них какие-то комплексы. Я вот полная, я не пойду в зал. Очень часто приходят с таким запросом, а можно я сначала похудею, а потом приду, буду что-то делать. А зачем? Вы, вот прежде всего, не нужно стесняться, не нужно бояться. Нужно просто прийти и сделать какой-то первый шаг. Человек уже пришел в первый раз в зал, купил абонемент, обратился к специалисту какому-то, ко мне, к доктору. Он хочет что-то изменить. Массаж не случайно называют ленивым фитнесом. Молодые люди больше ходят на спа-программы, на двойные, чисто отдых, релакс, скрабирование. С его помощью можно значительно уменьшить жировые отложения, привести в тонус мышцы, убрать целлюлит. Конечно, только этого недостаточно. Процедура – лишь дополнительный инструмент, который ускорит процесс моделирования. Есть клиенты, которые хотят сбросить вес, очень стараются, но, опять же, есть те, которым делаешь много, но они как-то к рекомендациям не прислушиваются и не получают результат. А те, которые прислушиваются, кушают поменьше сахара, соль и ведут активный образ жизни, они, конечно, с результатом через полмесяца, через месяц уже с начальным они есть. Здоровье – главный ресурс для долгой и счастливой жизни. Его нельзя как механизм по щелчку запустить заново, но можно включить в работу тело, заменить вредные привычки полезными, после стресса чаще гулять с пешком и насыщать организм витаминами. Тогда к пляжному сезону тело точно скажет спасибо, как и вы себе, за результат и терпение. Елизавета Житкова, Станислав Чечерин. Итоги недели. Отток финансов, анимационный рекордсмен и кибератака. Хакеры взломали серверы Министерства обороны Великобритании. Какая информация утекла в интернет? Далее громкие заголовки мировых новостей. Мировой долг вырос до рекордной отметки в 315 триллионов долларов. Это более чем в три раза превышает ВВП, который производит вся мировая экономика. Основной рост связан с бурным кредитованием в развивающихся странах. Ранее ОСР сообщила, общий объем долга по суверенным и корпоративным облигациям в мире – почти 100 триллионов зеленых, что соответствует размеру мирового валового продукта. Хакеры взломали серверы Министерства обороны Великобритании. Хотя официально страна-агрессор не называется, предполагается – за онлайн-вторжением стоит Китай. О существенной утечке данных, связанных с военнослужащими, планируется сообщить парламентариям. В кибератаке была подвергнута система начисления заработной платы, что привело к раскрытию имен и данных о банковских реквизитах военнослужащих и некоторых ветеранов. Экономика Германии столкнулась с беспрецедентным оттоком капитала. Политики ФРГ бьют тревогу, заявляя о проблемах в отрасли. Стране необходимы экономические реформы, иначе негативные тенденции продолжатся. Промышленность восстанавливается тяжело и медленно. Сектор нуждается в господдержке, однако власти не спешат протянуть руку помощи. В Эстонии приняли закон о налоге на сахар. Примечательно, 62% жителей страны выступили против нововведения. Теперь, согласно указу, с 2026 сбором облагаться будут напитки с содержанием сладкого песка не менее 5 граммов на 100 миллилитров. Речь идет о всех сладких, прохладительных и сокосодержащих напитках, энергетиках и смузи. Мультфильм «Братья Супер Марио» в кино оказался в прошлом году не только самым кассовым. Мировой прокат собрал более миллиарда долларов, но и самым прибыльным. Чистый доход от картины – 559 миллионов зеленых. Она даже обогнала нашумевших Барби и Опенгеймера. Результат также превысил лидера 2022-го. В тот год первое место занял «Аватар. Путь воды» с прибылью в 531 миллион. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова